Худую, но явно породистую собаку, которая бродила у мусорных баков, местные жители заметили в январе. В селе раньше никто вживую борзых не видел, потому о ней почти сразу написали в местном паблике, но, к сожалению, я того пост не увидела. Через несколько дней борзая прибилась к столовой местного детского сада, его сотрудники позвонили Кате и попросили собаку забрать. Кате не было в городе, поэтому она переадресовала просьбу мне. Повар обещала покормить собаку, а мы тем временем поехали ее забрать. Борзая оказалась ужасно худой, вся ее шесть сбилась колтунами. Собак явно боялась людей, но при том позволила одеть себе ошейник и на поводке, подкармливаемая вкусняшками, пошла к машине. На улице был мороз и собака дрожала от холод. Неизвестно, сколько дней или недель она провела на улице, питаясь только тем, что найдет на помойке. В машине она борзая начала оттаивать во всех смыслах того слова и даже прижалась ко мне, то ли чтобы согреться, то ли в качестве благодарности. Мне было очень больно видеть красивую породистую собаку, которую довели до такого ужасного состояния, но хуже всего было отчаяние, которое скользило в ее взгляде. Я до последнего верила, что она потерялась и ее хозяева быстро найдутся. У нас для собаки места не было, поэтому я обзвонила всех знакомых волонтеров, чтобы найти ей передержку. Позаботиться о девочке согласилась Настя. В ожидании Насти я осмотрела собаку более пристально и поняла, что ее не потеряли, а выбросили на улицу. Шерсть и когти были неухожены уже долгое время, молочные железы опухли. Стало понятно, что собака состарилась и начал болеть, поэтому владельцы просто выставили ее и дома. Настя забрала собаку и устроила ее в теплой бытовке. Девочку она назвала Би и попыталась найти ее прежних хозяев, но из того ничего не вышло. Первое время Би отказывалась выходить на улицу, выглядывая наружу только для того, чтобы быстро сделать свои дела. Собака предпочитала оставаться в тепле, есть и спать почти весь день. К собакам в возрасте я отношусь с особым трепетом. Часто они всю жизнь прожили рядом с человеком, которого искренне любили, а когда они начали стареть и болеть, испытали, что такое предательство и вынуждены учиться тому, как выживать на улице. В глазах таких собак почти всегда выражение такой тоски и отчаяния, что, глядя в них, хочется плакать. Би оказалась довольно пожилой и с целым букетом болезней. Первое время Би активно кормили и подлечивали, а когда она окрепла, отправили в Москву на операцию. Хирурги хорошо выполнили свою работу и Би постепенно восстанавливается. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!